ребят всем доброе утро мы с лёшки проснулись мы решили с лёшкой что мы через день будем пару на работу ходить то есть день он день я день он день я и как-то так у нас то все решено вот и это прекрасно потому что тогда я смогу развеиваться и не тупо 24 на 70 дома у ребят еще есть у наших пакетика нежного пюре и тогда будет хотя бы мне видно что происходит в мире как то это сюда вчера полеточки классные мы это видели я видео на канале еще не выложила на сегодня выложу ближе нужно сделать превьюшку ребята будет и все будет отлично так вот я вчера классно побегала однако же и мне кажется что я прошла слишком монотоке хотели уже говорить что все хорошо что все отлично наоборот офигенно классно ой а можно положить вот это вот куда-то туда вот короче он продлевается бесплатно кстати в макс м вот нам приходится монеточные ребята продлевать знаете вчера дочкой офигенно были пройдены но почему-то мне конструвало хотя лёша говоришь в принципе вообще прекрасно но любой зачем и это туда куда-то куда-то так чай кофе а нет в любом случае кофе потому что чая у тебя нет и я тебе сегодня могу куплю у тебя кончился чай и я наверное тоже пойду провожать лёшу на работу и зайду фикс и куплю лёше чай ну или фикс или пятерку или вот а тебе какой чай черные ягоды или какой-то вкусный ещё чай пойду на фикс вместе да все да фикс открывается в девять да мы с лошей сходим фикс а потом я лёшу провожу правда я не знаю как на этой неделе у нас получится очередить потому что сегодня лёша отработать получается завтра у меня стоматолог завтра он отработает у меня стоматолог мне в любом случае к нему нужно идти и доделывать это всё вот в воскресенье да я с удовольствием выскочу с утра я схожу в храм завтра на вечернюю я схожу а послезавтра утром я схожу в храм после стоматолога естественно схожу в храм а после храма так как служба рано всегда там есть 6 30 службы которые заканчиваются в 9 утра да и служба в любом случае я успеваю на работу вот так вот так не успеваю и поэтому и поэтому так и поэтому так яска обновляйте мне какая будет просьба очень интересно можно зайти в мой компьютер на диск D прокрутить в самый низ вот смотри вот здесь новый проект аааа можешь его аааа знаешь чего с ним сделать перенести на рабочий стол открыть его сделать какой нибудь скейлиншот который тебе это самое и сделай какую нибудь кармюшку просто посмотри этот ролик и пойми ну понятно что это ролик на тему рабочий просто ребята я хочу сейчас завтрак разогреть сделать ах ну и выложить видео и поэтому ребята я сейчас попрошу Лешу сделать перенюшечку Леша это умеет делать тем более что Леша справится все будет классно у меня будет перенюшка готовая и завтрак готов ты мне скажи что он перенести что он перенести что он перенести ааа короче смотри зайди в хром зашел да теперь напить плюсик амм открывай но только единственное что здесь оно сохраняется только в про-версии нужно чтобы сохранить просто заскриншотить то что ты сделал а так смотри оно то же самое как канва практически просто выбери какую нибудь фоточку которая ааа ну точнее тот скриншот который тебе это самое ребят вот понимаете в чем моя проблема одна из точнее моих главных проблем потому что вот у меня вроде как на кухне сейчас не скажу что прям бардак но все равно вот этот стол немножко завалит вот это вот стоит а дорога нужно посуду разобрать ребят которым мы пользуемся который нет потому что мне все таки нравится но это чисто мой такой фетиш когда на столах на порядок определенных причин это невозможно у нас ребята нету лиц не скончились поэтому ааа я сегодня куплю яйца да и вообще ребята знаете прикол в том что нужно будет заказывать доставку продуктов в любом случае где-то до трех-четырех тысяч потому что как бы ну в любом случае эта ставка нужна будет сегодня потому что у нас холодильник полупустой продуктов нема ребята что нет я имею ввиду до трех-четырех четыре а скидка тысячи как всегда на вот такие вот скидки ну не яндекс а я там сбери всегда скидка и оно уже суммирует неожидан неожидан ты думаешь мы же раз в неделю договаривались а на эти деньги уже договаривались что мы же просто ты же говорил что мы раз в неделю будем сбрасывать а неделя еще не кончилась нет ну конечно можно будет если они начнут спрашивать о деньги то тогда конечно что-то дадим на всякий случай отложить там энную сумму но не пять тысяч хозяев ну что там остались три тысячи две две тысячи остальные ну можно не пять хозяина отправить чуть меньше сказав с тем что в связи с праздниками не решили прислать несколькими частями и сказали что ну за счет 2 его скинуть макиси я тебе хочу заснять как у тебя пузико тё где кот у тебя пузико посмотри как нет ты закрываешь пузико от меня макиси котё или тебе уже просто не хочется а ты санька чего чего я такого санька валяю сисяки макиси лешбища котиков называется макиси 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 поэтому я сейчас закину стирку пока я буду лёшу провожать на работу пока мы будем лазить по фикс прайсу ну и все остальное я ну и пока я потом пойду еще за горлом коту я я боюсь что у нас нет времени и я с половиной что нет времени пойми и с половиной по фикс прайсу ну тогда я тебе чай возьму просто отдельно я просто провожу тебя и отдельно возьму чай как будто то скажу потому что она маршрутка обрутка через фикс вот я сейчас просто стирку поставлю и пока я буду там в фикс прайсе чай брать ну лазить короче оно как раз постирается я думаю я просто все уберу со стиралки у меня ребята очень сильно грудит у меня там проблема и очень сильно трясется вот и чтоб с нее ничего не попадало я с нее просто все убираю по возможности все что можно убрать и и поставлю нехай оно нехай оно стирается точнее мне нехай а пускай нехай это упрается нехай 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 оно где-то примерно у меня час-полтора стирает я думаю что за это время это будет точно успею вернуться ребят мы с Лешей собираемся или сегодня ребят я уже одета я жду когда Леша один цена я сегодня за Лешу не скачу потому что мы решили что через день а этот Лешка собственно поскачет сегодня и завтра потому что завтра к сожалению у меня стоматолог я за него не поскачу но поскачу я в воскресенье тогда тоже не проблема в общем ребята я пришла домой я проводила Лешу извините меня жестко поднашли у меня давление низкое у меня давление резко опустилось я выпила две таблетки цитрамона у меня давление опустилось очень сильно довольно мощно опустилось сейчас даже скажу 83 83 на 75 это очень-очень низкое слишком низкое я выпила две таблетки цитрамона еще сделала себе кофе потому что иначе как ну просто я кофе практически не пью только как лекарство и то иногда я пришла домой купила я себе вот такие пекаринки перекусить перекусила чипсы ну куда же я без чипсов с хрустящей картофель вот эта девочка да ну 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 вообще офигенно ммм следующее что я купила я ходила за чаем я купила себе зеленый чай хуа джуча вот это зеленый чай с жасмином удобство этого чая сейчас почему я выбрала именно его в том что он рассыпной а я люблю рассыпной который можно заваривать удобство в том что у него вот такая упаковка с крышечкой и можно открыть закрыть крышечкой и не будет выветриваться дальше я купила офигенный чай называется крымский букет общеукрепляющий вот такой в состав входит чабрец иван чай мятый календула очень офигенно я сразу ребята вам не показала что я купила потому что у меня так резко опустилось давление я бегом таблетки пить бегом варить себе кофе бегом это самое я до сих пор в состоянии не очень алеша черный чай ахасарти ягодных вкусов ну вот это общеукрепляющий нам потому что вечером допустим днем утром я могу пить вот зеленый да а вечером чтобы более уже организм успокаивался ко сну общего укрепляющий самое то алеша ягодный микс это черный листовой с ароматом малины также черный листовой с ароматом голубики со вкусом клубники со сливками и с ароматом черной смородины тут 4 типа чая каждого чая по 6 пакетиков собственно в общем то вот так это выглядит и тут все чаи черные потому что лёша больше любит черный а я все таки больше все таки приспешница зеленого чая вот я еще хотела какую-нибудь найти коробочку для того чтобы чай знаете пакетики чая красиво складывать но пока что я не нашла ту которую бы меня вдохновила и понравилась еще я буду сегодня заказывать доставку я об этом уже говорила задавая вам вопрос и также помимо доставки я еще сегодня пойду на озон нужно будет забрать заказала переходник для жестких дисков Лёше надо себе заказала капучинатор чтобы когда я делаю Лёше кофе там пенка получалась офигенная ну в общем то ну в общем то офигенно еще заказала на окна офигенную штуку которая спасет нас от бликов от всего остального от жары собственно и сейчас я смотрю канал Игорь Мёдов но хочу все таки впечатлениями поделиться начнем и читать книгу дневник Кота Сапиенса перевод с кошачьего Тамары Крюковой описание издательство Аквилегия Энс гордостью представляет уникальный труд дневник Кота Барсика согласитесь редкий случай когда автором книги является представитель фауны переговоры по поводу данного издания были сложными и продолжительными поскольку Барсик долго не решался дать согласие на обнародование заметок о своей личной жизни как бы то ни было творение нашего меньшего брата перед вами однако Барсик просил отметить что все неиспоимые достоинства дневника не держат ему а если читать вызовите в тексте какие-либо недочеты то все братья не следует передавить Тамаре Клюковой мало ли что она переврала при переводе с кошачьего это первая часть дневник вторая часть блог Кота Сапиенса начали мы читать я блог буду покупать потому что это настолько офигенная книга я блин рекомендую просто рекомендую особенно детям особенно подросткам это офигенно просто вот это ну это что-то офигенное это что-то нереально крутое это стоит хотя бы один раз прочесть оно того стоит оно стоит всего пятьсот пятьдесят рублей такая книга пятьсот пятьдесят но эта книга ребята это кладезь тут столько историй классных юморных про этого Кота Кот описывает о себе и описывает в формате да ну например 11 июля что у него случилось там ммм 11 июля ммм опять-таки что случилось например то есть по разным да там 27 сентября 14 февраля там так далее то есть но но это действительно что-то 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 это стоит один раз прочитать сейчас я смотрю игоря медова он делает ролики короче ну просто пропишите в интернете вы сразу его найдете популярный блога он помогает людям я бы тоже хотела поделать такие ролики как у него немножко тоже помогать людям но тогда понимаете я не могу помогать людям тогда когда мне самой бы не помешала бы такая помощь да но тем не менее как это сказать ммм как это сказать думаю в будущем все будет думаю в будущем все будет офигенно 100 рублей за сколько грамм ээээ хорошо а сколько в пачечке грамм? так 28 грамм 68 хорошо давайте тогда его в таком случае хорошо и что еще там говорили чего нет? или это все? А тут кстати значит скрылся кventry килограмм что по цене получается хорошо давайте килограмм если за килограмм 229 рублей то давайте килограмм тогда тогда не вопрос давайте тогда килограмм до свидания чего-то у них вечно нет ребята ну это нормально это сбербаркет здесь прекрасно ну шо ребята доехала доставка продуктов во-первых яйца ну шо о яйцах говорить долго яйца и в африке яйца дальше следующий пакет интересно что здесь такого у нас не что не залезай уход спаде плотно шо у вас 1 чеснок ну куда без чеснока мы чеснок любим обожаем чеснок что это свекла мне нужна была одна штучка на больше гречка греча сахар ваш еще банки есть но я всегда в достатку как я уже и говорила на красную дальше фарш две пачки вот такого вот ближние горки деревенский непонятно почему они его не положили в зубы пакеты которые морозилка должна быть обычно мясной кладется так это тем более какое-то зуборозка мясная идем дальше раскрываем пакетину во первых бекон бекон это я взяла для яичницы по утрам потому что мы любим есть по утрам яичнику и бекон будет к этому яйцу самое кстати к этим яйцам точнее дальше две бутылки молока домик деревне такие вот паки точнее не бутылки а тетропаки они дольше стоят и вообще сосиски я даю накопать с горчицей это что у нас поджарка свиная к этому же борщу сыр маздам такой зеленая линия в дырочку весь хотя там всего три дырочки вроде как она там есть и нормально дальше мякоть бедра ну то есть филе бедра куриного чтобы что-то из него приготовить макароны барилла капеллини номер один этого типа он тема рассказывала тонкие тонкие показала очень удачно также пражская салями сырокопченая сидна сейчас так подкусить огурец 1 на крошку дальше а к окорок окорочка но из него я буду делать буженину из этого окорочка свиного после для этого я взяла дальше ближние горки колбаса на бутербродики вот такая вот вкусная 300 грамм куриных крылышек и 300 грамм голени это в какой-нибудь один ужин войдет ну то есть я в один приготовлю также ребят утиные крылышки утиная ферма в маринаде уже готова маринаде ясно дальше здесь у нас ребята чисто бутылки это бутылка кваса и вода шо ты там все падает не буду дальше показывать и так понятно что вода она и в африке вода дальше переходим к еще одну пакету я не знаю пока что в нем ага ялтинский да это на салаты я беру салаты делать зелень это набор для окрошки если не буду делать окрошку на ужин надеюсь вы по классу это поняли конфетки птичьи молоко сливочные сыр три сыра тертый тут три вида сыра скажите каких российский еще короче разные виды сыра российский голландский и мазда ну короче добавлять в макароны уже потертый чтобы не тереть еще такой сливочное масло пачечка сыр с плесенью с голубой потому что я его люблю и дальше помидоры медовые те которые мне очень нравятся мои любимые дальше помидорчик один вот такой круглый это наборщик наборщик у меня пойдет дальше лучок вот такой вот перекресток доставляет опа сметана на окрошку естественно ребят ну и картошка целый пакет картошки вот у меня это все получилось как-то так и давайте сейчас это все просто просто раскидаем по холодильнику потому что там есть мясо которые долго там не может стоять и много много продуктов которые без холодильника поварусь сумруте ребята вот помидор сыр зелень еще помидоры помидорку чисто одну наборщика потому что наборщик мне это больше не надо в принципе нас холодильник перестал намораживает после того как его починили кстати у нас чинили холодос вообще такие знаете непредвиденные траты когда зуб начинает болеть и приходится его чинить когда холодильник ломается приходится очень какие-то траты которые ты на них вроде как и не рассчитывал но 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 также свиную поджарку в холодос а срок у него какой крылышки утки в маринаде когда-нибудь сделаем на на днях крылышки что еще надо в морозилку вот это вот какому-то блюду это будет ребята у нас два разных маринада это у меня будет сейчас полный холодильник набьем и овощи колбаса лучок ну я заказала не супер много лука потому что у нас еще немножко осталось а остальную часть просто дозаказала чтобы хватило о боже у меня порядка в холодильнике нету на полку надо будет навести его овощик овощам там и так это вот потому что видите все так хаотично ну и шашлык думали яйца тоже ножик или ножницы но это все получается что значит хотя бы а что нибудь что за все и это в не очень не не вот яйца не люблю я вот такие упаковки от яиц картонные самые дурацкие упаковки все яйца в целости и сохранности доехали слава тебе господи как все они какие-то знаете немножко липковатые сверху но это не потому что их предскладывание упаковку моют естественно потому что эти яйца чистые есть яйца которые грязные уже в самой упаковке а есть которые чистые эти супер чистые и их просто перед тем как упаковку сложить промывают вот теперь мы все холодос мы складываем самое ненавидящее мной занятие то что я ненавижу это складывать яйца по холодильнику помощница что там тебе чего-то моя ласточка случилось что там красавица красавица можно я тебе немножечко сдвину да конечно немножечко да скажи что холодильник заглядывать не не кошачьи дело ты у нас конечно кошечка но тебе холодильник не должен быть тебе интересен ты на кошке лежит в холодильник ой а печка тебе чем сдалась а вот их печки хочешь найти что-то то на холодильник кто-то на печку видите кися ходит а шкафчик нет а посуды сегодня помощница вами на помощница все же делаем то в печку то холодильник в общем то с этим делом мы закончили мы еще заказали а по заказам во первых пришло такая на окна штука очень интересные лучше не прицепить я покажу что это это солнцезащитная такая пленка также пришел в вашем конвертик ваши его сам раскроет и покажет вам что там и также ребята пришло то что я хотела заказать уже давно учитывая что она стоит дорого это вот такой капучинатор ребята делать кофе капучинку чего-нибудь из раздела по кофейничаем знаете короче кофе ножки офигенно вкусный вот как-то так санька помощница как всегда идем да вот это вот что а м траву купила вот посмотрите на эту траву так всегда им с добром травки купишь они раскидают по всей квартире потом ходишь пылесосишь подметаешь собираешь всеми силами ребята доброе утро я проснулась и сегодня не иду к стоматологу хотя планирую потому что у меня какая-то это состояние дурацкая после вчерашнего мне так фигово совсем что куда я немножко сегодня передохнул может быть еще не смену за лёшу пойду вот это скорее всего может быть но посмотрим лёша говорит что просто так мне было фигово вчера то сегодня нужно отдохнуть и не стоит куда-то типа идти мы посмотрим будет чего вот и когда сказать в кухне бардак мы этого убрать вчера я не убирала и до сих пор не развесила стирку и скорее всего вещи завоняются но мой метод если завоняются вещи просто включать стирку чтобы она еще раз его простирнула потому что а что делать какие варианты зачем было столько плохо что я просто вечером легла я вечером уснула и все и и все и я потому что реально плохо было понимаете это не есть хорошо конечно это давление которое опустилась был ужас понимаете это действительно ужас ужас моим состоянием вчера был я я понимаю и сегодня я наведусь с утра сейчас попью чай во первых я проснулась я попью чай с кимами бутербродиком там я по мою посуду на кухне уберусь а сегодня мне нужно будет если я не пойду за лёшу на работу тоже забрать помыть холодильник ну как помыть просто все разложить там чтобы оно было красиво овощи к овощам там мясо к мясу колбаса к колбасе а то все таки нахопом вчера видели да я все напихала туда как оно есть и и хайте полежит как как лежит вот и у меня была мечта все время чтобы у меня была красивая полочка на которой было бы много разных чаев и где приходили гости я бы ее открывала и говорила а вот у нас чей выбирайте да и из этой мечты исполнилось только одно у меня много чаев все у меня действительно их много и знаете хочу вам рассказать свои наблюдения свои мысли на этот счет откуда у человека берется депрессия откуда у человека берется хандра откуда у человека берется плохое настроение именно плохое настроение мы все рабы божьи и мы все созданы по образу и подобию бога то есть мы все частичка господа в каждом из нас есть искорка господа и каждый из нас ее несет в мир до каждой из нас его так или иначе там помогая людям там допустим да даже не обязательно как говорил когда батюшка помогать финансово есть возможность там не знаю помочь бедной старушке стареньке поднести сумочку до поднять и поднести ее то даже это будет большим большим плюсом потому что бог видит каждое старание он понимает что у вас сейчас допустим может не быть денег но сейчас вы можете там помочь поднести сумочку и он дает вам эту бабушку там дедушку или какого-нибудь страждущего человека которому действительно опять-таки нужна помощь вот отклонились от вопроса ладно идем дальше и хандра возникает тогда когда мы не живем с господом вот мы живем как как мы должны жить понимаете вот мы просыпаемся с утра да казалось бы все грустно денег нету вот как у нас да допустим казалось бы картина денег у нас реально нету мы живем как а то как это сказать какой то и их дальше ситуация смотрите мы просыпаемся и мы думаем вот денег нету начальство плохое это плохое это плохое это хочу это не хочу это плохо это плохо нет мы проснуться с моими ухты я проснулся а господь не забыл меня разбудить я не умер но если это если вынести в кавычки то что вот господь не забыл разбудить то прямым текстом это звучит так я не умеют реально так многие люди ночью они засыпают и не просыпаются вообще то есть они умирают и вообще не просыпаются как бы это уже большой плюс у меня есть вода в холодильнике у у меня есть и да да пусть она скудная да пусть она не богатая это еда но она есть я могу позволить себе съесть допустим бутерброд с колбасой к примеру да и выпить окончаем опять-таки это радость радость как бы все мои родственники живы то радость радость особенно в частности когда знаете это самое то есть мы часто мы живем понимаете почему у нас депрессия хода потому что мы живем не по заповедям потому что господь нам заповедовал эти заповеди есть даже такая фраза вот например любовь до заповедь о любви чем больше вы людей любит как бы любовь размножается когда мы ею делимся да то есть нам возвращается любовь и так искренняя радость когда мы делимся этой любовью с кем-то и без разницы с кем хоть со знакомыми прихожанами в церкви мы делимся любовью доход помогаем людям или хоть даже с близкими в семье мы делимся любовью не горчим на близких тогда ничего близким плохого не делаем стараемся то есть это тоже любовь это тоже велика любовь Meat тогда движение много легче там вот стараемся по заповедям потом мы не молимся да это тоже одно изmlостной мы просыпаемся что мы первое делаем правильно идем есть нажираемся там еды из холодильника там потом приём сидя за компьютером за телевизором вот вам компьютер стоит и и и все и откуда возьмется радость когда Когда мы просыпаемся, первое, что мы делаем, это читаем утренние правила, утренние молитвы. Пусть даже не полные, например. Мы в детстве не читали полные. У нас был такой маленький детский молитвословчик с детским молитвенным правилом. И, собственно, мы, открывая этот молитвословчик, читали эти молитвы, да, там всё такое. Это было, да, не полное правило. Но мы молились, и это давало такую большую радость. Сейчас я молюсь по полному молитвослову ещё и на церковно-славянском языке. Нас бабушка научила. Спасибо бабушке. Ой, спасибо огромное бабушке. И я полностью церковное правило читаю, полностью, то есть утреннее правило читаю. Потом пью святую воду. И такая радость внутри. Тогда вот оно так... Тогда оно такую радость, знаете... Знаете, оно аж легче становится на душе, когда ты просыпаешься и понимаешь, что... А Господь рядом. А Господь действительно рядом. Потом, знаете, мы часто недовольствуем на Господа и седуем, что вот, всё плохо, вот не так, как мы хотим, но мы хотим, да. Главное здесь ключевое выноска, опять-таки, мы хотим. Не Господь нам даёт, потому что нам это полезно или нужно, а мы хотим. Есть, знаешь, такое правило, что когда ты молишься, ты не должен говорить, что Господи, дай мне это, Господи, дай мне это, дай это, дай это. Ну, ты можешь, конечно, и так молиться, если там есть что-то, что тебе действительно нужно, то есть как бы, но тем не менее. И, значит, а молись так, Господи, вот я хочу вот этого, но я понимаю, что это может быть для меня не полезно. Ну, может быть полезно, а может быть и не полезно. Поэтому сделай не так, как я хочу, а так, как ты хочешь. И тогда воспринимать все невзгоды, которые происходят, будет намного легче. Как в молитве оптических старцев, дай мне с бодренным умом и с радостью воспринимать всё, все известия, которые Господь мне даст. Да, как бы молить, ну, это такая выноска из молитвы оптических старцев. То есть, когда что-то происходит, да, не грустить, вот, вот как у меня сейчас, зуб как бы, да. Я не супер грущу из-за того, что, потому что я понимаю, что Господь мне это зачем-то дал. Более того, допустим, часто как происходит? Люди вообще не благодарят Богу. Часто как происходит? Часто, значит, человек попадает в аварию, да, у него чуть-чуть царапается машина, но человек остаётся жив. Он сразу выходит, начинает потюкаться, вот, козёл меня под это самое подрезал, вот всё, вот так, вот так, вот так, как так можно? Угу, ну, и шо ж мы хотим, это где, где тут радость? Тут сразу хандра просыпается, всё. Если сказать, Господи, благодарю Тебя за то, что я остался жив, возьми лучше машиной, но не жизнью. Возьми машиной. Это будет действительно, это как пример, да, это будет действительно более благое, чем, чем в принципе. Если это касается здоровья, и Господь берёт здоровьем, когда ты не можешь сказать, Господи, спаси Господи, что ты, там, не здоровьем и не жизнью, да. Например, как зубы. То ты скажи, ты просто подумай, почему, потому что Господь нам не просто так даёт все, как бы, нам грусть возникает тогда, когда мы не понимаем, почему. Когда мы говорим, за что, Господи, вот за что ты мне это послал. Когда мы начинаем думать о том, что, ага, вот у меня заболел зуб, вот я у стоматолога, да. Вот мне приходится этот зуб лечить. Ага. И что делать с этим? Собственно, ты начинаешь думать, что с этим делать. А вместо этого, типа, начинаешь думать так, за что мне Господь это послал. Ага. Значит, каждая болезнь нам даётся по грехам нашим. В том числе и есть определённая классификация, какой орган, какая часть, за какие может даваться грехи, там, и так далее. Чтобы людям было проще понимать, как бы, да. И вот, например, те же зубы, это когда вы осуждаете, это когда вы грызёте людей, когда вы злитесь на людей словесно, когда вот это вот. Я осуждаю много, я не спорю, я не безгрешна. И я много осуждаю, я злюсь. Сейчас мне сложно не злиться, например, на тех людей, которые идут против истинной церкви в Украине, например, да. Мне сложно не злиться, как бы, я это понимаю. Я знаю, я стараюсь с этим бороться, но, как бы, это тоже не, как сказать, это тоже не так, что, не так, что легко. Ой, у меня тут девочка. У меня тут котёнка моя, котёнка. Вот, как бы. Ну, а если мы научимся благодарить Бога, да, сломали мы ногу, да, условно говоря. Значит, Господь нас почему-то остановил, значит, мы что-нибудь туда и делали что-то не так. Нужно просто задуматься, а что поменять в жизни, чтобы было всё так. Уходит печаль сразу, автоматически, потому что ты не думаешь о том, вот, я бедный, несчастный, вот. Нет, ты так не думаешь. Ты думаешь, ух ты, я сломал ногу, значит, что ты не так делал, значит, я куда-то не туда шёл. Хм, интересно, надо подумать. И садишься и думаешь. Уже это без печали, это уже без хандры, без грусти, там, без какого-то такого, знаете, депрессняка, что ли. То есть уже как-то легко, типа, ух ты, мне Господь дал проблему? А почему? А почему мне Господь дал проблему? А что, я делаю не так, что мне Господь показывает, опять-таки. И вот как-то оно вот так легко, знаете, тогда воспринимает все проблемы, все ситуации, без хандры, без депрессии. Следующий подпунктик, почему хандра, депрессия и всё остальное, это то, что человек вообще не ходит в церковь. Потому что когда человек ходит в церковь, наполняется Духом Божьим, это такая радость. Вы не представляете, вы сходили в воскресенье в церковь, причастились, там, в субботу вечером сходили, в воскресенье утром причастились. У вас на всю неделю такая радость внутри, просто. Вам всё кажется радостным, вам всё кажется это самое. Вот, знаете, и может я, конечно, не современная, я это понимаю, может я вообще какая-то не такая, то есть, ну, вы, конечно, напишите мне в комментариях. Но вот меня очень-очень радовало, и очень радует, когда вот, многих людей радует, когда им дарят какие-то крутые телефоны. Меня больше всего обрадовало, когда мне бабушка подарила мой первый псалтирь. Вот это такая радость неземная, вы не представляете, это что-то с чем-то. И, когда, знаете, у человека нету хандро и депрессии, когда человек живёт по заповедям, когда человек живёт по Евангелию Божьему, как заповедовал нам Господь. Вот тогда у человека всегда всё хорошо. То есть, тогда человек всё воспринимает тогда хорошо, с радостью и с таким, как бы, внутренним рвением, что ли, потому что тогда... Тогда у человека настроение другое, у человека всё по-другому происходит, понимаете. Всё по-другому воспринимается человеком, если человек, как бы, думает о том, что все проблемы, которые к нему приходят, это всё от Господа. И что всё, что даёт Господь, это для исправления души от грехов, опять-таки. У меня не получается много где исправляться в грехах, я это понимаю. Вот я всегда с собой таскаю Евангелие. У меня маленькое Евангелие, такое, карманное, в кармане всегда, православное Евангелие. Я всегда его с собой ношу. Для меня, во-первых, Евангелие — это та книга, в которой есть ответы на все вопросы. То есть, полностью на все, что важно для меня. А, во-вторых, как бы, Евангелие — это одна из самых главных книг в моей жизни. Понятно, что есть другие книги, там, и мирские, там, художественные, и духовные, там, с какими-то поучениями, или художественные, которые я читаю. Но Евангелие, Библия, Евангелие — это первая книга, которую я с собой в первую очередь ношу. А потом уже, как бы, я её перечитываю, да, то есть я каждый день стараюсь читать по одной главе. Понятно, что не всегда получается, бывают моменты, когда где-то, где не получается прочесть, тогда, естественно, выношу на следующий день, на следующий день читаю две главы. Но, тем не менее, у меня такая маленькая кармана Евангелия, я вам в каких-нибудь инглогах обязательно покажу. И вот это она радость, когда ты просыпаешься не с мыслями о том, что у меня всё плохо, работа фигня, говно, начальник плохой, там, жена плохая и так далее. Как в том анекдоте, знаете, едет мужчина в автобусе, и мужчина говорит, вот, дети непослушные, жена плохая, начальник плохой, там, все плохие. А Ангел сидит и записывает, и думает у себя в голове, нет, я, конечно, всё понимаю, но зачем он каждый день одно и то же заказывает? Ну, вот так же самое и мы, то есть мы должны просыпаться не с мыслями о том, что вот сколько денег на зубы, мне на зубы, ребята, чтобы вы понимали, нужно. Сто тридцать четыре тысячи рублей, это дорогое удовольствие зубы, даже если идти в стоматологии какую-то подешевле, всё равно это будет, ну, около ста это будет, окей, чуть меньше на тридцать тысяч, и что, как бы, что это изменит? Опять-таки, суставы, то есть мой артрит, на который нужно сто двадцать тысяч на то, чтобы просто начать покупать эти ампулы и лечить артрит, как бы. А учитывая, что с финансами вечные проблемы и что денег нет, как бы, да, то, естественно, это всё, как бы, казалось бы, должно было опускать в грусть и в печаль, вот, нет денег туда-сюда. А если думать, просыпаясь утром, не то, что нет денег, да, а просыпаться с мыслями, блин, у меня сейчас нет денег, а что я могу сделать, чтобы у меня появились деньги? Что я могу сделать? Что мне для этого нужно сделать? И оно тогда легче, то есть ты просыпаешься не с мыслями о том, что вот, всё плохо, а как дальше жить, а как это самое? А ты просыпаешься с мыслями, ух ты, я проснулся, о, я сейчас пойду позавтракаю, классно. Вот, почитайте книгу очень офигенную, Полианна, в ней очень жизненные мудрости такие, как действительно не депрессовать, не хандрить и жить в радости. Когда ей подарили мылоти, ну, по-украински это мылоти звучит, да, а вообще костыли ей подарили, и она не сказала, блин, мне подарили костыли, как же это плохо, б-б-б, да? А она сказала простую человеческую вещь, она сказала, знаете, вот мне подарили костыли, и я очень рада тому, что они мне не пригодились, просто потому, что у неё есть ноги, и ей не нужны костыли, как бы, да? Вот она, маленькая радость, маленькая, казалось бы, но радость, когда мы просыпаемся и радуемся даже лучику солнца. Если мы присмотримся, да, вот выйдем в парк какой-нибудь, да, и начнём присматриваться к цветочкам, к птичкам бегающим, к бабочкам летающим, к белочкам каким-то, к ручейку, который течёт. Когда мы присмотримся и поймём, насколько мудро всё Господь устроил, да, в этом мире, насколько мудро Господь всё сделал, и вот насколько мудро всё Господь сделал, насколько мудро всё Господь устроил, да, и насколько всё, что происходит красиво, как творение Божье, это настолько хорошо, ребята, это настолько вот реально. И когда ты просыпаешься, видишь лучик солнца, ух ты, солнышко взошло, когда дождь, думаешь, ух ты, пошёл дождь, это же классно, деревья пойдутся, после дождя всё будет свистеть, возможно, будут грибы, тогда я смогу сходить за грибами, класс! Это уже радость, это уже большая радость, да, когда ты просыпаешься и когда ты не думаешь, что вот за что мне Господь тебе это послал, а это за что, а это за что. И ты думаешь не за что, и ты начинаешь думать не за что Господь послал, а для чего. То есть для того, чтобы я что, для того, чтобы я что понял, что осознал в своей жизни, что я делаю не так. Опять-таки, дальше люди, да, откуда у нас ещё хандра, когда нас огорчают люди. Когда люди нам что-то плохое делают, когда это самое. Но если думать с другой стороны, не то, что люди нас огорчают, да, а думать, что каждый человек это искорка Божья, и в каждом человеке она есть. И более того, не просто в каждом человеке есть искорка Божья, да, а то, что делает человек, во-первых, за грехи, потому что как мы к людям, так они к нам, и всё, она возвращается. И, вероятно, мы когда-то кому-то такую же гадость делали, и вот она нам с другим человеком вернулась, во-первых. А, во-вторых, когда мы не думаем, что человек плохой, потому что он сделал, а человек, он не плохой. Человек, он хороший. А плохие поступки человека, то, что он делает, то, что он обращается в сторону дьявола, делая какой-то плохой поступок, как бы, да. Это логически понятно, да, что вот так. И когда человек, собственно говоря, не думает о том, что вот другие человеки плохие, а он думает о том, что, ну, вот человек украл у меня 100 рублей, к примеру, да. А я никогда ни у кого не воровал вещи, деньги, там, что угодно. Я никогда этого не делал. Начинаешь задумываться, начинаешь вспоминать свою жизнь, начинаешь вспоминать грехи, которые ты делал, соответственно, в них раскаиваться, и это уже хорошо. То есть ты не думаешь о людях, что вот, он мне сделал плохо, как он так мог, а думаешь, эх, со страданием. Пошел за дьяволом человек, занять без потя его простить, прости его, Господи. То есть просто сделать тебе плохо, ты перекрестись и скажи, прости его, Господи. И забудь, забудь. Ну, если это какая-то ситуация, когда забыть сложно, когда нужно там что-то делать, да, в плане, там, идти в полицию, там, да, если у тебя обокрали полностью квартиру, естественно, да. Или если что-то случилось такое, что нужно что-то сделать для того, чтобы вернуть это, да, тогда понятно, тогда, но все равно скажи, прости его, Господи, и без злобы, без всего вот этого. Вот оно, маленькая радость, когда ты просто живешь по заповедям. Когда ты открываешь Евангелие, да, читаешь, что Господь заповедовал жить вот так, так, так и так, и ты стараешься жить. У меня не получается, я, конечно, понимаю, я очень грешна, у меня не получается, у меня все, у меня все это, знаете, но, тем не менее, стараться все-таки надо. И когда ты стараешься, когда ты осознаешь, и когда ты понимаешь все-таки, откуда растут ноги, да, как говорится, то тогда такая большая радость просыпается, что тогда просто, когда ты понимаешь, как устроен этот мир, да, как он очень мудро устроен, как очень удивительно устроен, то у тебя нет места для хандры, нет места для депрессии, и нет места для того, чтобы погружаться во всякие осуждения и во всё остальное. И я желаю вам, чтобы у вас тоже всё было хорошо, всё было радостно и всё было весело. Вот, а на этом я буду с вами прощаться, ребята, и снимать следующее видео, потому что следующий влог это будет уборка на кухне и всё остальное. Поэтому всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Всем, ребята, пока-пока, и всем хорошего настроения. И всем, ребята, Божьей благодати надень, и Бог вам в помощь, если у вас какие-то дела. Если у вас какая-то работа, если у вас какие-то дела, то Бог в помощь. Это вот, как сказать, это вот я вам искренне желаю, чтобы у вас всё-всё было хорошо, чтобы Господь вам помог на всех путях жизни.